Зачем же она стремится? Ищет свои сладости и покоя. Покой же ее не в том, чтоб остановиться и протянуться, как мертвое тело. Живой ее натуре или природе сию несродно и чудно, но противно и сему. Она будто в странстве находясь, ищет по мертвым стихиям своего сродства и подлыми забавами не угасив, но пуще распалив свою жажду. Тем стремительней от растленной вещественной природы возносится к вышней господственной натуре, к родному своему и безначальному началу, дабы сиянием его и огнем тайного зрения очистившись, освободиться от телесной земли и земляного тела. И сие-то есть взойти в покой Божий, очиститься от всякого тления, сделать совершенно вольное стремление и беспрепятственное движение, вылетев из тесных вещества границ на свободу духа, как писано, поставил на пространное ноги мои, извел меня в пространство, и поднял вас, как на крыльях орлих, и привел вас к себе. И сего-то Давид просит, кто мне даст крылья, как голубиные, и полечу, и по чию. Ермолай Григорий Надобно храбро стоять и не уступать вместо дьяволу. Противитесь и бежит от вас. Стыдно быть столь женой и младенцем, чтобы не устоять нам против одного бездельного наездника, и хотя и против маленькой партии. Боже мой, какое в нас не родение, а снискание и охранение драгоценнейшего небес и земли сердечного мира. О нем одном должен человек и мыслить в уединении, и разговаривать в обращениях, сидя в доме, идя путем, и ложась, и вставая. Но мы, когда о нем думаем, не все ли разговоры наши одни враки и бесовские ветры? Ах, если мы самих себя не узнали, забыв нерукотворенный дом наш и главу его душу нашу, и главу его, богообразный рай мира. Имеем же за то изрядное награждение. Трудно из тысячи найти односок к сердце, чтобы оно не было занято гарнизоном нескольких эскадронов бесовских. И поскольку не обучаемся с Аввакумом стоять на божественной сей страже и продолжать всеполезнейшую сию войну, затем сделалися в коре нерадивы, глухи, глупые, пугливы, неискусны и вовсе борцы, расслабленные на то, чтобы сама великая к нам милость Божия, но нами непонимаемая, так сердцем нашим колотила, как волк овцами. Один, например, беспокоится тем, что не в знатном доме, не с Бригожим родился лицом и не нежно воспитан. Другой тужит, что хотя идет путем невинного жития, однако многие, как знатные, так и подлые, ненавидят его и хулят, называя отчаянным, негодным лицемером. Третий, кручинница, что не получил звание или место, которое могло ему поставить стол из десяти блюд, состоящий, а теперь только что по шести блюд кушать изволит. Четвертый, мучиться, каким бы образом не лишиться, правда, что мучительного, но при том, и прибыльного звания, дабы в праздности не умереть от скуки, не рассуждая, что нет полезнее и важнее, как богомудро управлять внешнею, домашней, внутренней и душевной экономией, то есть узнать себя и сделать порядок в сердце своем. Пятый, терзается, что, чувствуя в себе способность к услуге, обществу не может за множеством кандидатов продраться к принятию должности, будто одни чиновные имеют случай быть добродетельными и будто услуга разнится от доброго дела, а доброе дело от добродетели. Шестой, тревожится, что сначала предъявляться в его волосах седина, что приближается час от часу усужастную армию немилосердная старость, что с другим корпусом за ним следует непобедимая смерть, что начинает ослабевать все тело, притупляются глаза и зубы, не в силах уже танцевать, не столько много и вкусно пить и есть и прочее. Но можно ли счесть несчетные тьмы нечистых духов и черных воронов, или, с Павлом сказать, духов злобы поднебесных, по темной и неограниченной бездне, по душе нашей, будто по пространнейшим в воздухе шатающихся? Сии все еще не исполины, не самые бездельные, как собачки постельные душки, однако действительно колеблют наше неискусное в битве и невооруженное советами сердце. Самый последний бесишка тревожит наш неукрепленный городок. Что ж, если дело дойдет до Львов? Открою вам, друзья мои, слабость мою. Случилось мне в неплодной компании не без удачи быть участником разговора. Радовался я тем, но радость моя вдруг исчезла. Две персоны начали хитро ругать и осмивать меня, вкидая в разговор такие алмазные слова, которые тайно изображали подлый мой урод и низкое состояние телесного безобразия. Стыдно мне вспомнить, сколько затревожилось сердце мое, а больше, что всего от них не чаял. В силу я по долгом размышлений возвратил мой покой, вспомнив, что они бабины сыны. Афанасий, что все значит? Григорий, баба покупала горшки. Амуры молодых лет еще и тогда ей отрыгались. А что здесь за хорошенький? За тот дай хоть три полушки, отвечал горшечник. А за того гнусного, вот он, конечно, полушка. За тот ниже двух копеек не возьму. Что за чудо? У нас бабка, сказал мастер, не глазами выбирает. Мы испытываем, чисто лезвенит. Баба, хотя была не подлого вкуса, однако не могла отвечать, а только сказала, что она и сама давно не сие знала, да вздумать не могла. Афанасий. Все люди, имея с собой одинаковый вкус, совершенно доказывают, что они плод райской сии яблони. Яков. Законное житие. Твердый разум, великодушное и милосердное сердце есть тот чистый звон почтенной персоны. Григорий. Видите, друзья мои, сколько мы отродились от предков своих. Самая подлая бабская мнение может поколотить сердце наше. Ермолай. Не погневайся. И сам Петр испугался бабы. Беседа выдает тебя, что ты галилеянин. Лангин. Но такое ли сердце было у древних предков? Кто может без ужаса вспомнить Иова? Однако, совсем тем пишется, и не дал ее в безумие Богу. Внимай, что пишет Лука о первых христианах. Была в них одна душа и одно сердце. А что-что? Какое у них было сердце? Кроме согласной их любви, вот какое. Они же радовались, потому что за имя Господа Иисуса сподобились принять бесчестие. Но вот еще геройское сердце. Хули мы утешаемся. Радуйся в страданиях моих. Кто может без удивления прочесть ту часть его письма, которая читается в день торжества его? Она есть зрелище прекраснейших чудес, пленяющих сердечное око. Великое чудо, что других приводит в грачайшее смущение, то Павла веселит, дышащего душою, здоровому желудку подобную, который самую грубейшую, твердейшую пищу в пользу варит. Не сели иметь сердце алмазное? Тягчайший удар все прочее сокрушает, а его утверждает. О мир! Ты Божий, а Бог твой. Все это значит истинное счастье получить сердце адамантовыми стенами огражденное и сказать «Сила Божия с нами! Мир имеем к Богу!» Ермолай. Ах, высокий сей мир! Трудно до него добраться! Сколь чудное было сердце сие, что за все Богу благодарило! Лангин. Невозможно! Трудно! Но достоин он и большего труда! Трудно! Но без него тысяча раз труднее! Трудно! Но и сей труд освобождает нас от тягчайших бесчисленных трудов сих! Как бремя тяжкое отяготело на мне! Нет мира в костях моих! Не стыдно ли сказать, что тяжко нести сие иго, когда, нося его, находим такое сокровище, мир сердечный? Возьмите иго моё на себя и обретёте покой душам вашим! Сколько мы теряем трудов для маленькой пользы, а частые для безделиц, нередко и для вреда! Трудно одеть и питать тело, да надобно и нельзя без сего! Всем состоит жизнь телесная, и никто о всем труде каяться не должен, а без сего попадёт тягчайшую горесть, холод, голод, жажду и болезни! Но не легче ли тебе питаться одним зельем суровым, и при том иметь мир и утешение в сердце, нежели над изобильным столом сидеть гробом повапленным, исполненным червей неусыпных, душу день и ночь беспокою угрызающих? Не лучше ли покрыть телешко самую нищую одеждой, и при том иметь сердце в ризу спасения и одежды веселья одетая, нежели носить злототканное платье и между тем таскать гиенный огонь в душевном недре, печалями бесовских манеров сердца опаляющей? Что польза и сидеть при всяком удовольствии внутри красных углов телом твоим, если сердце ввержено в самую крайнейшую тьму, в неудовольствие из украшенного чертога, о котором пишется «Птица обрела себе храмину». Основана была на камне, камень же был Христос, который есть мир наш, душа наша, как птица, избавилась, и сеть сокрушилась. Кто даст мне крылья? Что же ты мне представляешь в трудность? Если кто попал в ров или бездну водяную, не должен думать о трудности, но об избавлении. Если строишь дом, строй для обеих существа твоего частей, души и тела. Если украшаешь и одеваешь тело, не забывай сердце. Два хлеба, два дома, две одежды, два рода всего есть, всего есть по двое, за тем, что есть два человека в человеке одном и два отца, небесный и земной, и два мира, первородный и временный, и две натуры, божественная и телесная, во всем на всем. Если ж оба сие естества смешать в одно и признавать одну только видимую натуру, тогда это бывает родное идолопоклонение. И всему-то единственно препятствует священная Библия, находясь дугою всю тлень ограничивающую и воротами, вводящими в сердца наши веры и богопознания, в надежду господственной натуры, царства мира и любви, мир первородный. И сие то есть и твердый мир, верить и признавать господственное естество, и на оное, как нам необоримый, город положиться и думать, жив Господь Бог мой. Тогда ты скажешь, и жива душа моя. А без всего, как тебе положиться на тленную натуру, как не вострепетать, видя, что вся тлень всеминутно родится и исчезает. Кто не обеспокоится, смотря на погибающую существо истину, так и выпуская, не ожидает мира и слушает Исаии, взволнуются и почить не могут. Не радоваться нечестивым, говорит Господь Бог. Вот смотри, кто восходит на гору мира. Господь сила моя и учинит ноги мои на совершение, на высокой возводит меня, чтобы победить мне в песне его. Признает Господа и пред невидящими его поет, а Господь ведет его на гору мира. Непризнание Господа есть мучительственнейшее волнование и смерть сердечная, как Авакум же поет. Вложил ты в главы беззаконных смерть. Сию-то главу Давид называет сердцем, и оно-то есть главизна наша, глава с окружения их. Что за глава? Труд уст их. Что за уста? Да коли положу советы в душе моей, болезни в сердце моем. Труд уст есть то болезнь сердца, а болезнь сердца есть то смерть, вложенная в главы беззаконных, а родная смерть сия, душу убивающую жалом. Есть смешение в одно тленной и божественной натур, а смешанное, если есть слияние, есть устранение от божественного естества, в сторону праха и пепла, как написано, и укажет тебе перст. А устранение есть то грехопадение, как написано. Грехопадение кто разумеет? А грехе вот что серах, зубы его, зубы льва, убивающие душу. Вот тьма, вот заблуждение, вот несчастье. Видишь, куда нас завела телесная натура, с чего она делала слияние естеств, оно есть родное идоловое бешенство, и устранение от блаженной натуры и неведение о Боге. Такового нашего сердца известная есть печаль то, что ни о чем, кроме телесного, не стараемся, точно язычники. И все в боестих язычников ищут. А если хоть мало поднять к блаженной натуре очи, то сейчас кричи трудно, трудно. Все это есть называть сладкое горьким, но праведник от веры жив есть. А что же есть вера, если не обличение или изъяснение сердцем понимаемой невидимой натуры? И не сие ли есть быть родным Израилем, все надвое разделяющим, и от всего видимого невидимую половину Господу своему посвящающим? Асем-то Павел счастливец вопиед, которые правилом сим жительствуют, мир на них и милость. Скажи, пожалуйста, чем взволнуется тот, кто совершенно знает, что ничего погибнуть не может, но все вначале своем вечно и невредимо пребывает. Ермолай, для меня все темновато, Лангин, как не темновато лежащему в грязи не вепря. Продирай, пожалуй, око и прочищай взор. Царствие блаженной натуры, хотя утаенное, однако внешними знаками неосвидетельствованными себя делает. Печатай следы свои по пустому веществу, будто справедливый шерисунок под живописным краском. Все вещество есть красная грязь, грязная краска и живописный порох, а блаженная натура есть самоначало, то есть безначальная инвенция или изобретение и премудрейшее дели неоцая. Все видимую фарбу носящую, которая нетленной своей силе и существу так сообразна, будто одежда телу. Называет видимость одеждой сам Давид. Все, как риза, обветшают. А рисунок то пядью, то цепью землемерную, то десницей, то истинную. Красота в деснице Твоей пядью измерил Ты, десница Твоя воспримет меня. Истина Господня пребывает вовеки. Таковым взором взирал я и на тело свое. Руки Твои сотворили меня. Минуют непостоянные тленности своей воду. Душа наша перейдет в воду непостоянную. Проницает мысли в саму силу и царство таящееся в прахе его десницы вышнего и кричит Господь защититель жизни моей от кого устрашуся. Блажены которых избрал и принял Ты, Господи. Счастливый перелетевший в царство блаженной натуры Асем-то Павел по земле ходящий обращение имели на небесах. Сей же мир и Соломон пишет праведных души в руке Божией и не прикоснется к ним мука. Сей же тайна образует церемония обрезания и крещения. Умереть с Христом есть то отставить стихийную немощную натуру, а перейти в невидимое и горнее мудрствовать. Тот уже перешел, кто влюбился в все сладчайшие слова. Плоднич тоже. Все то плод, что тленное. Сюда принадлежит Пасха, воскресенье и исход в землю обетованную. Сюда взошли колено Израилева перед Господа. Тут все пророки и апостолы в ограде Бога нашего, в горе Святой Его, мирно Израиля. Ермолай, темно говоришь, Афанасий, ты столь загустил речь твоей библейским лоскутьем, что нельзя разуметь. Лангин, простите, друзья мои, чрезмерны мои склонности к сей книге. Признаю мою горячую страсть. Правда, что из самых блондических лет тайная сила и мания влечет меня к нравоучительным книгам, и я их почти всех люблю. Они врачуют и веселят мое сердце. А Библию начал читать около тридцати лет рождения моего, но сия прекраснейшая для меня книга над всеми моими полюбовницами верх одержала, утолив мою долговременную алчбу и жажду хлебом и водой сладчайшей меда и сота Божьей правды и истины, и чувствую особливую мою к ней природу. Избегал, избегаю и избежал за предводительством Господа моего всех житейских препятствий и плотских любовниц, дабы мог спокойно наслаждаться при чистых объятиях краснейшей, паче всех дочерей человеческих сей Божией дочери. Она мне из непорочного лона своего родила того чудного Адама, который, как учит Павел, созданный по Богу в правде и преподобии и истине, о котором Исайя, род же его, кто исповедует. Никогда не могу довольно надевиться пророчей премудрости. Самые праздные в ней тонкости для меня кажутся очень важными. Так всегда думает влюбившийся. При многие никакого вкуса не находят в всех словах. Вениамин волк, хищник, рана ест, еще и на вечер дает пищу. Очи твои на исполнениях вот, а мне они, несказанные в сердце, вливают сладости веселье, чем чаще их отрыгая жвание чужую. Чем было глубже и безлюднее уединение мое, тем счастливее сожительство с нею, возлюбленную в жонах. Сим Господним жребием я доволен. Родился мне мужеский пол, совершенный и истинный человек, умираю небездетным, и всем человеке похвалюсь, одерзаясь Павлом, не напрасно тек, сета тот господин человек, о котором написано, не отемнели очи его. Григорий, если вам не нравятся библейные крошки, то поведем наш разговор другим образом. Целое воскресное утро мы провели о том беседуе, о чем всегда мыслить долженствуем. Завтрашний день есть работный, однако когда к вечеру соберетесь, то внятнее побеседуем о душевном мире. Он всегда достоин нашего внимания, находясь всего жития нашего намеренным концом и пристанищем. Редактор субтитров